Всем привет, друзья! Добро пожаловать на Найди и раскрасть ту тему еженедельный челлендж по раскраскам антистресс, где все мы раскрашиваем на определенные темы и обычно на каждую тему у нас одна неделя. Сегодня посмотрим на все присланные и раскрашенные работы по теме номер 26 мороженое. Приятная, конечно, такая тема, сладкая ну и плюс красочная, потому что мороженое бывает разных вкусов, соответственно разного цвета и плюс еще украшается часто каким-то, не знаю, шоколадом с сиропом, фруктами поэтому неудивительно, что и галерея у нас получилась очень красочная, очень красивая 118 работ у нас по этой теме очень много и если у кого-то нашлась всего одна иллюстрация, да и то например, у Кербера Занеса, да, где мороженое где-то там среди дудлов спрятано, вот то у некоторых побольше нашлось иллюстрации я получила по 3-4 иллюстрации от одного человека кто же герой прошлой недели, так сказать из иллюстраторов Лулу Майю было много иллюстраций из ее раскрасок и на втором месте я бы сказала это Камила Де Эрика Пупманго тоже очень интересные красивые иллюстрации из ее раскраски также у нас есть Тереза Гудрич Ханна Карлсон хотя и немного Джоанна Бесфорд тоже есть ну и конечно же много разных морожен из раскрасок про еду или про десерты наверное мороженое любят все даже если вы не любитель сладкого да, ну мне вот кажется мороженое все равно любят все в жару и у нас на иллюстрациях мы увидим и детей с мороженым и взрослых и животных разных и даже пришельца вот и мороженое конечно же самое разнообразное на палочке в вафельном стаканчике или вот в мороженнице или как вот это называется чашечка для мороженого в общем красота неописуемая давайте покажу что я раскрасила по этой сладкой теме первая иллюстрация метаморфозы Амели Барнатан время у меня оставалось еще думаю да и вот ну иллюстрация не сложная дай к нам быструю руку раскрашу ну вот такой как все иллюстрации в этой раскраске странноватый такой мужичок я так полагаю это у него борода такая из цветов вот ну тут у него непонятно какой-то крокодил выглядывает из-за уха да тут вроде как рука с мороженым вот как раз мороженое очень маленькое ну вот здесь цветы как бы у него усы губы я ему почему-то на помаженные раскрасила ну вот такой вот странный человек что интересно будет еще одна работа кто-то раскрасил и что интересно глаза тоже там оранжевые хотя во всем остальном они разные ну вот глаза почему-то мы обе сделали оранжевыми ну не сложно здесь у меня фломастеры и карандаши вот вторая иллюстрация тоже довольно простая но как-то поинтереснее она мне зашла это Coloring Heaven Cats и раскрасила я кота ну вот он на обложке кстати вот посмотрите в оригинале он такой был только вот здесь чуть-чуть черненького ну и вот такой он у меня получился так как вот эта панишка ну не знаю я представляла ее беленькой салфеточка поэтому думаю много беленького будет поэтому я его все-таки более черным этого котяру сделала с белыми лапками вот вот такой у меня получился ну и мороженое тоже постаралась более реалистично раскрасить вот оно здесь довольно крупное в общем с удовольствием я его раскрашивала здесь у меня маркеры и карандаши белые гельбы ручки вот а для фона когда я стала думать про фон мне не хотелось такое количество маркера красить довольно большое пространство плюс иногда на больших таких пространствах маркеры начинают полосить или там плешивец даже спиртовые маркеры да и стала я вспоминать чем бы мне раскрашиваться карандашами тоже не хотелось и тут на счастье я вспомнила что у меня есть гелевые мелки когда-то я ими довольно часто раскрашивала даже Джани Бесфорд потом куда-то знаете как засунешь куда-то и совсем забудешь про них про эти материалы и вот используешь как-то одно и то же а тут я про них вспомнила и да там нашелся как раз такой цвет как я хотела такой вот яркий и в то же время как бы пастельный вот эти мелки они вообще детские довольно дешевые были и вот 24 цвета видите они такие вот мягко накладываются по идее они могут размываться водой но я попробовала на этой бумаге они как-то не очень поэтому я вот просто три слоя нанесла видите какой равномерный красивый слой получился единственное что когда сразу нанесешь он довольно липкий и надо чтобы примерно сутки полежало и тогда вот уже нормально становится ничего не стирается и не липнет так что вот постараюсь я использовать почаще эти мелки а то как-то я их позабросила очень хороший материал такие красивые цвета и видите как равномерно он лег этот цвет в общем я довольна этой иллюстрацией тоже такой милый котяра получился вот и цвет фона тоже мне нравится и мороженое тоже такое аппетитное ну что ж давайте теперь посмотрим на нашу галерею как я уже сказала красота милота вкуснота боюсь что после просмотра у вас разыграется аппетит поехали милота certa Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» И такие вот навесные, подвесные, арочные, подъемные. Всякие разные. Алиса от Forest Diver. Здесь тоже есть вот такая вот. Вот здесь мы видим мостик тоже через речку. Единственное, что мне не нравится, ну вот это вот. Ну понятно, это вот листва этого дерева большого. Ну как-то вот, не знаю, раскрашивать это. Особенно если карандашами будет затруднительно передать всю вот эту вот листву. Вот это все нормально как бы. Ну даже вот эти вот. А вот это вот огромное как-то меня отпугивает, честно говоря. Не самое интересное такое раскрашивать. Дальше. Коты от... Забыла автор. Джей, Джей, как это Джей. Ну в общем корейская. Вот такая есть милая иллюстрация. Тоже давно не раскрашивала в этой раскраске. Тоже вот как-то посмотрю, посмотрю и откладываю. Ну вот такая вот милота. Немного дисковатая рисовка. Ну, симпатичный мостик кирпичный. Вот. Атамислав Томич. Земля снова, ну как я предполагала, развороты. Велинсан тоже есть. Тоже разворот. Ну как пример покажу. Вот красивая, конечно, иллюстрация. Посмотрите. Вот мостик такой. Он между двумя замками. Ну и между двумя башнями одного замка. Красивая. Ну, раскрасить за неделю для меня затруднительно. Хотя мелких деталей здесь не так много. Все довольно крупное. Так. Митографик. Мэджикал Эрд. Джозеф Кэтсенбэнк. Здесь две иллюстрации даже. Вот такая вот. Ну, здесь не совсем явный такой. Скорее всего, мостик через, не знаю, какой-то пропасть. Там облака видны, да. Но это мостик, потому что здесь вот ограждение тоже, да, вот видно. Просто Кэтсенбэнк всегда так нарисовано, что иногда вот трудно разобраться вообще, что происходит. Вот здесь как бы ступеньки, да, потом вот этот мост. Вот это как бы облака, да. Ну да, замысловато как-то. Вот вторая есть. Вот такая я на нее уже поглядывала. Ну, и здесь вот такой маленький мостик совсем. Вот здесь как-то более все понятно. Кербер и Занес. Мифоморфия. Я вспомнила, когда эту книгу видела, вспомнила, думаю, вот вроде бы на этом зимнем развороте есть мост, да. Действительно, вот он есть. А, тоже разворот. Ну, если кто раскрашивает акварелью, гуашью, то вполне можно раскрасить. И мироморфозах. Так, что я здесь отложила? Здесь, по-моему, две даже. Ну, мостики тут здесь не самая главная деталь. Но, тем не менее, вот такой вот мостик подвесной. Или висячий. Не знаю, как назвать правильно. Вот. И вторая тоже. А, ну, вот здесь. Видите? Тоже такого же типа мостик. Какой-то чищебе. Джунглей, зарослей. Вот. Ну, в принципе, не разворот. Можно раскрасить. Игра престолов. Так. Ну, здесь вот замок. И тоже вот, как обычно, из замка, да, подъемный мост. И который ведет сюда. Ну, я так думаю. Мне кажется, это мост. И вторая. Ну, да. Здесь тоже условные такие мостики, которые висячие между башенками. Сколько тут всего. Да. Это вот вообще лучше гуашью, наверное, да. Чтобы эти все черные линии закрасить. Карандашом не получится. Красиво. Я думаю. Побег мир Шекспира. Вот такая есть картинка. И, ну, вот. Вроде как это мостик такой, да. Даже с крышей, да. Вот с арками. Даша. Вот такой раскраски. Театр Кабуки. Есть русская версия. У меня японская. Вот такая иллюстрация есть. Ну, опять же, очень скетчево нарисовано, да. Вот даже люди, как тени, какие-то просто контуры. Вот здесь все это пустое пространство. Не знаю. Я не настолько хороший прям вот колорист, чтобы здесь так вот само все. Можешь, конечно, попробовать. Но я помню, помните, мне бумага мне здесь жутко не понравилась в этой раскраске. Карандаши все плохо ложились. Не станут. Вообще-то так, конечно, интересная иллюстрация. Иллюстрация. Волшебник страны Оз. Фабиана Трере. И неожиданно тоже. Глянула эту раскраску, смотрю, есть мостик. Но иллюстрация какая-то сложная мне представляется. Потому что, ну, непонятно. Вот здесь как бы, да, наливаем чай. Потом вот это все падает здесь, как водопад. Вот это китайское. А вот здесь тоже непонятно. То ли это отражение, то ли это туда пошло вглубь. Воронка какая-то. Ну, не знаю, как-то вот непонятно. Не люблю раскрашаться, когда мне непонятно что-то. Ну, так интересная, конечно, картинка. Так, ну, последний. Волшебный мир Средиземья. Роман Писарев. И здесь у нас подъемный мостик. Скажем так, не мост. Но это все-таки, да, мост подъемный. Соединяет замок с вот этой вот частью. Вот. Тоже интересная иллюстрация. Ну, так что вот, может быть, тема не самая интересная и звучит как-то так скучно. Но, как вы видите, иллюстрации можно найти всякие разные и довольно интересные. Тут вам и котики, и замки. Вот Алиса. Опять у меня что-то с голосом. Да, хочу напомнить, что до окончания нашего полуторамесячного марафона по теме «Почти как люди» остается всего несколько дней до 29 февраля, до четверга. Так что, если кто-то что-то не докрасил, забыл послать, самое время поторопиться и прислать мне вашу работу. Ну, что же, буду ждать вашей работы через неделю по этой теме. Интересно, какие масты кому удастся найти и раскрасить. Так что, вот, буду ждать. На сегодня все. До следующего раза. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok